Я еще не адвокат, поэтому я хотела бы остановиться на том, что я вынесла из этих двух дней и какие планы возможные. Два года назад, огромное спасибо Ларисе Безу, проекту Канадскому доступно-тоятельность на правоводопомога, мне посчастливилось посмотреть, как работает безвладно правоводопомога в Канаде. 25 лет адвокатского стажа в Украине, ну, как-то самонадеянно сообщали мне, что, ну, наверное, у меня большой опыт, я много чего знаю, и мои взгляды в адвокатуре достаточно устоявшиеся. Люблю свою работу, достигла многого, впереди стабильность и ясность. Я вернулась через 10 дней совсем другим человеком, и больше всего меня поразила медиация, которая в Канаде достаточно сильно развита, и два года назад я ничего об этом не слышала в Украине. Я не знаю, кто формировал состав секций, но у меня такое впечатление, что группа давала мою додорожную карту в вопросах, связанных, как разрешать споры не в судебном способе. Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что медиация это одна из национальных идей, которую можно взять на вооружение Украина, и которая может объединить страну наравне с другими достойными идеями. Объясню почему. Там у нас первый слайд был, цитирование Ирины Костенко. В обществе достаточно осенён уровень конфликтности. Медиация — это, прежде всего, примирение. Примирение всех со всеми. И это путь, по которому, на мой взгляд, нужно идти. Это путь, который объединит. Это путь, который оздоровит. Это путь, по которому нужно двигаться. И это путь прогрессивный. Вот Роман Романов и Андрей, и Лариса сказали о том, что, и я присоединяюсь, эта конференция собрала много очень разных представителей одной и той же профессии, и технических профессий, представителей разных континентов. Однозначно отсюда мы уезжаем в несколько иными черте, которые приехали на эту конференцию. И возвращаемся к своей работе любимой, к своим делам, с новыми идеями, с новыми задачами и целями, которые мы сами себе поставили благодаря коллективному разуму. Я бы хотела, вот, во мне это вот крутилось-крутилось и как-то воплотилось. Я бы хотела обоксидировать одного писателя. Не знаю, мне это будет для перевода. Но я думаю, что это именно то, к чему мы будем стремиться уже завтра, по приезде. Эдман Дуэл. Между тем, что я думаю, тем, что я хочу сказать, тем, что, как мне кажется, я говорю, тем, что я говорю и тем, что вы хотите услышать, тем, что вам кажется, что вы слышите, тем, что вы слышите, тем, что вы хотите понять, тем, что вы понимаете, стоит 10 вариантов возникновения непонимания. Но все-таки давайте попробуем. Я думаю, что основная задача для повышения правовой возможности – это все-таки диагноз. Это понимание того, что, как в том ролике, право, люди вокруг нас разноцветные, каждый со своим характером, с новательным запасом, со своим уровнем образования. И наша задача – прийти к пониманию, к налаживанию этого диалога и в результате этого, к какому-то просвещению, действительно, к умению пользоваться своими правами и преодолению патернаистских настроений. Я благодарна всем присутствующим за те улыбки, которые меня вдохновили. Я желаю всем успехов, всем хорошего настроения и благотворной работы. Спасибо.